Уважаемые коллеги, вот только что Диана Владимировна сказала, что об этом нужно говорить. И я хочу, чтобы то, что я сейчас вам произнесу... Такой плохой звук у нас, ужасный, да? Что я произнесу, вышло отсюда нашим решением. Итак, смотрим сюда. Где листок, вот это? Итак, смотрим сюда. Федеральный закон об основах охаро-здоровья граждан по вопросам оказания палиативной помощи. Вы его все знаете великолепно. Значит, если он по вопросам оказания палиативной помощи, значит, изменения должны касаться именно вопросов палиативной медицинской помощи. Согласны все, да? Но та статья 19, в которой идет вопрос об облегчении боли, звучит так. Облегчение боли с заболеванием, состоянием или медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими препаратами и психотропными лекарственными препаратами. К чему она относится? Что вообще рассматривает статья 19? А вот вам статья 19. Читайте. Пациент имеет право на выбор врача, профилактику, получение консультации, облегчение боли в этой формулировке, получение информации о своих правах и обязанностях, получение лечебного питания, допуск адвоката, допуск священника, организацию комнаты для моления и так далее. То есть, часть 5 статьи 19 определяет права пациента, приказание ему любого вида медицинской помощи, не только палеотивной, и определяет права каждого пациента. А что отсюда следует? Что каждый пациент имеет право на облегчение боли, в том числе наркотическими лекарственными препаратами, вне зависимости от интенсивности боли. Очень четко определение. И уже были прецеденты, когда пациент с болевым синдромом заявил в прокуратуру, что я имею право на наркотические лекарственные препараты, и прокуратура начала разбираться. Более того, коллеги, появилось слово еще одно – состояние. То есть, на основании данного дополнения слова «состояние» каждый пациент имеет право на применение наркотических препаратов при боли любой интенсивности, связанных не только с заболеванием, но и с состоянием. Вопрос – а что такое состояние? Имелось в виду беременность? Например, МКБ-10, код F11-3, психическое поведенческое расстройство, вызванное употреблением опироидов, абстинентное состояние, МКБ-10. Коллеги, и это все происходит на фоне всемирного доклада о наркотиках, говорящего о мировом опироидном кризисе. Разумеется, сейчас будет возражение. У нас это невозможно. Извините меня, но дальнейшие тенденции нормативного регулирования в сфере медицинского опироидов в нашей стране. На регуляшн совсем недавно висел проект изменений в приказ 917-й о нормативах для стационаров и дневных стационаров различных наркотических анальгетиков. Итак, нормативы предназначения для медицинской организации окажут медицинскую помощь в условиях стационара и дневного стационара на один законченный случай. Так как наверху препараты плохо видны, я их чуть-чуть увеличил и номинование упростил. И вот смотрите, морфин. Пока просто посмотрите порядок цифр морфина справа и слева других препаратов. Обратите внимание, сколько в неврологии, сколько в палеоативной медицинской помощи, сколько в психиатрии и так далее. И вот если мы обратим внимание, то везде абсолютно превалирует морфин. И превалирует значительно. Сейчас я не могу ускорить. Сейчас 28, там их 38 будет. Пока просто сравните. Количество морфина по сравнению с другими препаратами. Вот со взрослыми закончено. А теперь внимание. Сидящие в зале папы, мамы, бабушки и дедушки. Посмотрим вот сюда. Итак, морфин. В детской кардиологии, анестезиологии, онкологии. И вот меня интересует, что здесь только морфин и фентанил. А извините меня, дети, это ведь до 18 лет. И далеко не все препараты. Так все остальные не разрешены у нас по инструкции в детстве. Простите меня, дети, дети не в 2 года, не в 2 месяца, не в 3. А извините, я поднял попромедолу, он разрешен, бупринорфин, он разрешен. Скольки нет. И здесь нет. До 18. Скольки нет. До 18. До 18. С техниками, скольки угодно. Но дети-то до 18, правильно? А здесь их нет. Дальше. Ответьте, пожалуйста, еще на вопрос. Почему количество морфинов в детской онкологии практически равняется количеству морфина в детской неврологии и психиатрии? И может быть кто-то мне сможет объяснить, почему в детской стоматологии его нужно в 6 раз больше, чем в детской онкологии. Я поднял вот этот вопрос на заседании РАИБА, российского РАИБА по изучению боли. И там как раз были в основном неврологи и ревматологи. И вот я ему эти вот цифры морфина озвучил уже в упаковках. Давайте посмотрим. Морфин у нас есть лекарственные формы. Ампула 10 миллиграмм. Таблетка короткого действия 5-10 миллиграмм. Таблетка продленного действия 10-30-60-100 миллиграмм. И вот смотрим. Сколько вот это на один законченный случай. В неврологии, в ревматологии. Красиво? Я понимаю, что это может быть заказано меньше. С использованием... А? У вас есть сведения, кто-нибудь заказал или дадите? Я понимаю, что заявляют сюжеты обосхода за предыдущий год. И возможен в уменьшенном количестве. Я это великолепно понимаю. Никто столько не закажет. Я говорю о тенденции. А тенденция одна. Что превалирование морфина над другими окружающими средствами иницирует тем самым широкое применение. Вне палеоативной помощи. Понимаете? Он превалирует над всем вне палеоативной помощи. Нет, извините меня. И вот рассмотрели его на обществе по изучению боли. И к чему пришли? Нормативы, подвигающие проектам приказа, прежде всего по использованию нормативного морфина, не соответствуют реальной потребности и требуют значительной коррекции. И считают президенту Гариба необходимым этот пересчет. Это прекрасно. Возьмем палеоативную медицину. У нас время уже все. Дело в том, что когда к неврологам обращались, вот я насколько помню, когда формировали эту потребность, от них внятного ответа не получили. Я, честно говоря, не знаю, кто поставил вот эту цифру, но знаю абсолютно точно, что от РАИБа цифра по потребности при официальном запросе не пришла. В принципе, зеро. Сейчас придет, хорошо. Вот я доложил, вот подпись Кукушкина, должна быть, возможно, главный специалистов и ведущий эксперимент. Александр Владимирович, вот просто поддерживаю вас двумя руками. Но это как раз идет в контекст того, о чем я говорила, по упрощению оборота и доступности. Вот там нам столько не надо. Не надо. Абсолютно. Я согласна, двумя руками поддерживаю. Потому что надо то, чтобы было там, где воспользуется, где он употребим. Помните, я как говорила, к сожалению, у вас не было, про золотой стандарт обезболивания, это морфин. Это Кокриновское исследование, это последние рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения по обезболиванию в онкологии в плеоте. Поэтому там, где он нужен, пусть он будет. Потому что у нас сейчас впереди будет 9 препаратов, 20 лекарственных формах. И мы должны все знать, как ими пользоваться. Но не в невологии, не в невологии, не в невоматологии. Абсолютно точно. Потому что ни урологи, ни стоматологи, когда родственники, не дали в расчетах. Нет, да, они сами не знали. А кто написал, что в детской стоматологии? Анестезиологи, да, наверное, детской стоматологии, да. Наверное, детской стоматологии, да. Абсолютно неправильная цифра. Слава Богу, что никто в России не заказывал столько. Посмотрите, может, сердцентский уход на один законченный шуток. Да, конечно, не нужно. Абсолютно. Но это же издевательство. Абсолютно вас поддерживаю. Так что, извините, я хотел бы, чтобы в первую очередь, вот отсюда вышло, что формулировка статьи. Александр Владимирович, вот и хотите изменить снова закон? Пишите в Госдуму. Больше закон менять в этой жизни уже никому не хочется. Откуда? От состояния только внесли, имелось в виду беременность. Беременность, именно это вносил детский департамент. Напишите в Байбариной. Ну, конечно, все, да, хорошо. Александр Владимирович, ну, дело в том, что состояние, дальше я думаю, что психиатры и коллеги. Вот мы, конечно, великие специалисты все по обезболиванию, но давайте хватать только свою область, палеотивную. Вот давайте свою область. Вот мы вносили изменения в части, вообще инициировали изменения 917 приказа. Окей, хорошо. Что написали детские стоматологи? Это, конечно, ужасно, это какая-то тенденция отвратительная, но невозможно уже за всех все делать, вот честное слово. Но много у детских стоматологов, но это ужасно. А можно обратиться к детским стоматологам? Нет. Перевести в соответствие жизненными подробностями. Хорошо, кто напишет за неврологов, урологов, стоматологов, кто может? Нет, нет, коллеги, смотрите, не так. Нет, подождите. Коллеги, мы свою часть 917 приказа, мы с вами свою часть отработали. Ну, вот я про детскую стоматологию от себя пишите, пожалуйста. Вот сейчас собирать все данные. Давайте, кто с инициативой? Александр Владимирович, давайте вы, я вас очень прошу, инициируйте это в профильной комиссии. Напишите все письма в субъекты, пусть они вам ответят, сделайте итоговое письмо, соберите это все, подайте в Минздрав по поводу детской стоматологии. Ну, правда, ну, честно. Ну, дело в том, что вот мы сейчас все с вами поговорили, ответы мы с Оксаной Юрьевной ждали на прошлой профильной. Сколько? Сколько человек ответило, когда мы просили комментарии по вредности? Ну, вот сколько человек ответило, давайте будем честны. Да, единичные. Ну, давайте сейчас собирать все данные по детской стоматологии. Кто возьмется детские? Елена Владимировна Полевиченко, Лариса Анатольевна, возьмите. Скажите, что это страшно, Диана Владимировна. Ну, 917 приказ, он не только палеотива касается, ну, правда, я, вот мне очень хочется от этого, честно говоря, умыть руки, но если мы считаем, я не имею права совершенно влиять на полное решение, давайте об этом обсуждать. Если, Александр Владимирович, возьмите на себя эту инициативу, подождите, Александр Владимирович, Александр Владимирович, можно от вас дождаться? Вы напишите письмо в нашу общую профильную, соберете ответы и тогда... Нет, 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 я могу написать готовый ответ. Нет, 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 готовый ответ мы не можем написать. Мы сначала у всех должны спросить, они вам ответят, вы дадете им 20-дневный срок, они вам отвечают, вы собираете общие ответы и потом подаете в Минтрав. Есть ли ответы? Да. Есть ли ответы? Да. Да. Есть ли ответы? Продолжение следует...